большой всем привет сегодня поговорим о двух больших космических играх которые как бы конкуренты если про первую я говорил очень много в прошлом году и показывал много и и она даже заняла одно из первых мест в настольном топе то вторая игра с одной стороны для меня мало известная с другой стороны очень известная потому что как только она появилась таких стартере это было можно сказать автопокупка для меня и тема и механики и все выглядело очень интересно но с тех пор прошло уже много лет а я так и не изучал подробно эту игру по очень простой причине автопокупкой она у меня была бы при локализации а локализацию этой игры все очень и очень ждали после грааля тоже компания что выпускал оба сквернен грааль выпустила и и вот эту космическую сагу поэтому очень хотелось видеть на русском и уже тогда начать разбираться так или начать на русском она так и не вышло и вот в очередной раз рассказывая о прелестях звезд акариоса и в топе 2023 года я и я задал своим зрителям такой риторический вопрос поэтому звезды акариос это шедевр по неволе потому что у него просто нет конкурентов ну скажите мне еще одну игру где можно играть в трех режимах исследование космического пространства решение загадок и знакомство с миром с разными мирами на планетах бродя по ними в стиле седьмого континента и потрясающе интересные пространственные бои в космическом пространстве с разнообразными врагами с крутыми искусственными интеллектами и с супер прокачкой своего корабля ну и где здесь конкурент но на этот риторический вопрос посыпалось огромное количество ответов с одним и тем же названием а как же вангвард это же ну то же сага тоже космическое пространство тоже много всего очень комплексная большая игра как ты на нее смотришь и сегодня будет сравнение этих двух больших игр это будет не очень честное сравнение потому что звезды акариоса я провел реальные десятки часов игры а со второй игрой ознакомился только теоретически хотя и довольно подробно посмотрел несколько посмотрел несколько летсплеев посмотрел как она играется посмотрел правила познакомился с механиками почитал отзывы в общем теоретическое, хорошее теоретическое знакомство. Но это не сравнить, конечно, с практическим. Поэтому к этому сравнению относитесь именно с учетом этого момента. Еще один момент сподвиг меня на изучение ESS Vanguard. Это то, что игра наконец-то появилась в ритейле и стала достаточно свободна, хоть и недешево. На Амазоне вот в диапазоне одного клика можно приобрести ее. С доставкой она мне обошлась бы, ну, долларов так примерно в 200 с небольшим. То есть она перестала быть каким-то таким эксклюзивом кикстартера, который неизвестно как добывать, у кого-то выкупается, кучу денег пересылать. Вот на Амазон заходишь, берешь хоть с дополнениями, хоть просто базу. Что тоже важный, конечно, момент легкодоступности. Поэтому вдохновленный отзывами зрителей и запросами зрителей, которые про нее говорили еще и года три назад мне рассказывали, когда покажешь этот Vanguard. Это же соло-игра в твоих интересах. Так что вот, можно сказать, дождались. И сравнение давайте, наверное, начнем с устройства игр. Если звезды Акариоса, я знаю прям очень подробно. Это такая комплексная космическая опера, где вы идете по сценарию, заданную автором. Причем этот сценарий довольно неплохо ветвится, но тем не менее история такая последовательная. Вы идете по ней, несмотря на исходы ваших сессий. Проиграли вы, играли вы все равно идете дальше по истории. И эта история разбавляется несколькими видами деятельностей. Это исследование космического пространства, это исследование планет, и это тактические бои в космосе с большим количеством кораблей разных видов, разными расами, и у каждого из кораблей противников есть свой искусственный интеллект. Устройство VVS Vanguard'а другое. Здесь есть два компонента, ну по крайней мере, насколько я понял из обзоров и летсплеев, которые видел. Это две очень большие части и очень комплексные. Первая часть это исследование планет, исследование миров, и вторая часть это манипуляции собственным кораблем, который вы апгрейдите, собираете команд, всячески усовершенствуете и тому подобное. Второе сравнение. История. Если в Звездах Икариоса история, ну, написана, так скажем, с некоторым юмором и с некоторой легковесностью, и при всем желании ты ее не воспринимаешь всерьез, и она больше фановая, чем какая-то вот такая заумная или еще что-то. Вы просто играете за неких молодых выпускников Звезд Икариоса, и вас мотает по космосу в различных приключениях. В Vanguard'е к тексту подошли более серьезно, то есть у нас даже есть какая-то такая предыстория, типа у людей нашли в генах карту какого-то мира, откуда мы типа родом, и человечество достигло такого прогресса, что смогла расшифровать эти координаты и полетели знакомиться со своими создателями. И язык в этой игре с претензиями на что-то серьезное, в отличие от Звезд Икариоса, который воспринимается более легковесно. Насчет сложности. Обе игры достаточно сложные, но Звезды Икариоса осваиваются все-таки легче, хотя может бы здесь играет роль то, что я в нее уже поиграл, и мне кажется, что все здесь очень просто и все замечательно. А со Звездами, с Vanguard'ом я до сих пор толком не разобрал. Механика здесь, ну, намного сложнее, хотя, может быть, это кажется. Очень много таких нюансов, которые просто не воспринимаются, несмотря на несколько часов, проведенных за изучением этой игры. Так что, может быть, это не так, но сложность самой игры, мне кажется, намного-намного выше у Vanguard'а. Хотя, повторюсь, что обе игры достаточно сложные. Это не игры для начинающих. Механики. Механики в Звездах Икариоса достаточно упрощены, причем это, можно сказать, в хорошем смысле. У вас есть всего лишь несколько кубиков, на которых есть несколько символов, и вы их уже просто адаптируете к своему геймплею. Есть довольно хорошо работающий искусственный интеллект, есть достаточно простая механика изучения планет. В общем, механики здесь положили ровно столько, чтобы она не напрягала. В Vanguard'е механики, на мой взгляд, намного-намного больше. Если в Акариосе кубиков несколько с несколькими символами, то здесь куча кубиков разного цвета, с разным количеством символами, с разной процентовкой, с разными назначениями. Каждый ваш герой обрастает огромным количеством карточек и возможностей. Механики здесь очень много, и она достаточно сложная, как и водится в играх Waking Realms. То же самое, наверное, можно сказать и про эргономику. Эргономики в Vanguard'е намного-намного меньше, чем в звездах Акариоса. В звездах Акариоса она близка к идеалу. Даже встроенного органайзера вполне себе достаточно. Планшет игрока образцовый, у вас все на нужном месте, у вас игра раскладывается за 5-10 минут. Вы вытаскиваете несколько планшетов и все, готовы играть. С точки зрения эргономики, звезды Акариоса это, в общем-то, образец. А в Vanguard, ну как обычно, громоздкие большие настольные игры. Чем мы занимаемся в этих двух играх? Ну, примерно, примерно одним и тем же. Исследуем космическое пространство, пытаясь в нем выжить и понять, что происходит вокруг. И это намного сильнее выражено именно в Vanguard'е, где основная часть игры, как раз исследование разных интересных миров. Кроме этого, здесь есть довольно интересная и разнообразная прокачка своего корабля, который выражается в целом альбоме и огромном количестве карточек, как своей команды, так и многих-многих возможностей. Здесь это очень сильно и много выражено. Да, в Звездах Акариоса тоже есть прокачка своего корабля, но это выражается в одном планшете и всего лишь восьмью картами, которые вы можете манипулировать и по-разному адаптировать свой корабль. Это если вот кратко их таким образом описать. В любом случае, две эти игры, это игры про космос. Но я все-таки утверждаю, что это не игры-конкуренты абсолютно. И хотя многие воспринимают их как игры-конкуренты, после изучения я говорю, что это не так. У Звездных Акариосов до сих пор нет конкурентов в этой нише. Почему? Потому что Звезды Акариоса имеют одну вещь, которой вообще нет в Вангварде. В принципе нет. Это тактические бои в космосе. То, что делает игру Звезды Акариоса по-настоящему уникальной. Этой части вообще просто нет. Вообще ни в каком виде в Вангварде. Да, есть исследование планет, да, есть апгрейд своего корабля. И в этих сферах он, конечно, намного круче и умнее сделан, чем Звезды Акариоса. Это не всегда лучше, но то, что у нас сделано на ворочении, это однозначно. То, что мы там делаем с кораблем, Звездам Акариоса даже во сне не приснится. Такое большое разнообразие изменений. Механика, сравните несколько кубов в Звездах Акариоса и огромное количество кубов в Вангварде. Исследование планет. Исследование планет в Звездах Акариосах она очень лайтовая. Вы бродите буквально в стиле игры книги даже, а не в игромеханическом стиле, как в Вангварде. В Вангварде вы исследуете планеты в довольно сложной механике. Да, вот эти похожие элементы есть, но здесь это намного замороченнее и сложнее. То есть фактически это игра про исследование планет. Ее можно сравнивать с Сансетлидом, но уж никак не с Звездами Акариоса. И при всем том, что игры вроде бы похожи чем-то, но мое мнение, что у них похожесть только в теме. В целом это абсолютно разные игры и если сравнивать Вангвард, то Сансетлидом, а никак не со Звездами Акариоса. Поэтому я немножко вздохнул с облегчением. Это не конкурент Звезд Акариоса. Это немножко другая игра. Это немножко про другое. Да, повторюсь, у них есть общие элементы. Исследование планеты и развитие своего корабля. Но если Вангвард на этом сосредоточен и в этом и заключается основная игра, то в Звездах Акариоса это просто один из элементов геймплея, который по сравнению с Вангвардом очень и очень лайтово. Вот такое очень краткое и даже можно сказать поверхностное сравнение, но делаю я его ради вывода. Буду ли я знакомиться с этой игрой подробнее и буду ли ее брать для себя. И воспринимаю ли я эту игру как желанную для своей коллекции. Отчасти да, потому что все-таки мне хочется ее пощупать своими руками. Но скорее всего я буду все-таки ждать локализацию. На английском я не я не словил себе ощущение, что я прям хочу вот с этой механикой знакомиться. Вот прямо прямо сейчас. Вот если когда я увидел Звезды Акариоса, мне там все было мне прям захотелось ее найти и добыть по любой цене и познакомиться. То здесь такого желания нет. Я скорее себя уговариваю. Типа ну давай уже для коллекции все-таки космическая и соло игра и повествовательная часть и тактические вещи и боевка интересная и серьезная текстовка и интересные загадки на планетах. Вроде бы все-все твое. Но я себя уговариваю. А Звезды Акариоса я хотел. Это разные вещи. Поэтому если она выйдет на русском, я ее возьму. А вот на английском пока не знаю. Я скорее наверное безумный Эверфилдс возьму, который точно на русском который точно на русском не будет. Скорее всего с вероятностью 90%. А здесь ну не знаю. Звезды Акариоса для меня игра получше. Она легче. Она веселее. Она разнообразнее. Она не напрягает механикой. Vanguard слишком поглощен механической частью. Прямо слишком на мой взгляд. Вот сколько я летсплеев посмотрел. Сюжетки там было на 5 минут. Все остальное это кручение карточек. Это подбор подбор отправленных людей. Это подбор разных карточек, которые ты вставляешь, переставляешь, перекладываешь. На мой взгляд вот то, что я увидел слишком много механики. Я уже немножко избалован звездами Акариоса. Я избалован эзофарианскими гвардейцами. Где механики и манипуляции огромным количеством компонентов сведены до минимума. А вот данная игра она в жанре классических монструозных игр. Где у вас слишком много манипуляций. Я посмотрел трехчасовой летсплей Боба. За три часа они читали минут двадцать. Все остальное это очень много кручения кубиков и карточек. И пока ты их крутишь, ты забываешь о чем там вообще речь шла. И мне на данный момент это не очень нравится. Тем не менее, интерес к игре остается и я жду когда-нибудь все-таки ее увидеть на русском, чтобы снова сделать уже для вас обзор и уже скорее всего тогда буду знакомиться с этой игрой всерьез. На данный момент мне при всем своем самоуговаривании я не хочу разбираться с этим миром на английском языке. В общем, вот такой вывод. Это не конкурент звездок Ореса. Это потенциально интересная игра, с которой надо бы разобраться. Но пока я, пожалуй, воздержусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова